Так, Владислав Ковалёв, это сильнейший игрок в Беларуси, между прочим, гроссмейстер из Минска. Ну что ж, давайте с Владиславом попробуем французскую защиту. Как он тут будет играть? Слон ДТ он играет. Взять что ли? Ладно, давайте попробуем перейти в разменный вариант. Ничего не боюсь. Играю просто в С4 и готовим короткую рокировку. Здесь я как минимум не должен получить немедленно хуже. Развели фигуры к центру. И пусть Владислав продемонстрирует плюсы своей позиции. Сразу Конди 5 играет. Так. Мне надо куда-то слона, наверное, вывести, да? Давайте, допустим, сюда я его выведу, слона. Размен, хорошо. Ещё размен хочет. Давайте пока ладья Е8 защитимся, чтобы здесь взять ладьёй. Хорошо. Ну, на первый взгляд, на таких особых, серьёзных проблем у меня здесь нет. Но это только на первый. Может быть попробовать Конь Е4 и ещё подменять фигурки? Давайте. Владислав не против разменов, я вижу. Я тоже не должен быть против. Так, а если я сдвоился, то что? Нет, давайте лучше нападать на пешку, да? Пешка Д4. Где-то. Так, защитил её. Теперь, если сдвоился, он может побить пешку на А7. А я как сыграю на это дело? Непонятно. Ну, хочется очень сдвоиться. На взятие на А7 что? Может быть... А, наверное, пешка какой-нибудь. Давайте попробуем. Всё-таки будем оказывать давление по центральной линии. Брать эту пешку очень опасно. Не уверен, что Владислава искнёт. Хотя, кто его знает. Я планирую там какой-то такой ход, но он может защититься хода Владя А2. Или Король Ф1, кстати. Нет, не стала исковать. Ладно, разменялись. Ещё разменялись. Главное, маг не земнуть, да? Задача номер раз. Не земнуть маг. Делаем форточку. Здесь защищено. Почти все фигуры разменяли. Ну, всё равно у белых поприятнее. Вот эта пешка, конечно, слабость явная. Как же мне тут атаковать-то? Может сюда? Давайте попробуем сюда и слон ДТИ где-то подменяться. Должны быть тут шансы у меня на спасение. Очень мало фигур. И если удастся организовать атаку на белого короля, то это можно закончиться просто вечным шахом. Защищается. Уходит. Как же мне сыграть? Ферзей менять? Что-то мне не хочется. Может быть как-то так, так и сюда перекинуть попробовать. Давайте попробуем. А, нет, там я могу проиграть ферзя после слон ДТИ. Давайте разменяем ферзей. Мне кажется, ничего страшного нет в размене. И король быстренько выбежит в центр. Может и через G8 тоже выбежит. Ничего страшного нет. Есть. Король вышел. Давайте на черных полях теперь фиксируем пешки. Аккуратненько. Все на черные поставили. Так, он куда-то идет, да? Попробуем напасть сюда. G4 есть, хоть у него. Ладно, пока стоим. А, я могу знать, как перейти сюда попробовать. Чтоб король не прошел. Раз. Стоим. Ничего страшного. Стоим. Не знаю, что он хочет сделать. Стоим. Теперь можно сюда попробовать выскочить. Нет, по идее, это должна быть ничья. Не верю, что Владислав может здесь пробить мои оборонительные идуты. Вывери слона. Король тут защищает единственную слабость. Ага, давайте пока так защитим. Ф-4. Главное не обращать внимания. Но можно, наверное, побить. Но я не хочу. Давайте будем стоять. Всегда в центр. Ну, я не знаю, как он хочет тут играть. Так, 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 так. Ну, давай, ладно, пока сюда пойдем. Ну, давай, ладно, давайте сюда уйдем. Не пускаем короля по белым полям. Хочет что-то пробежать куда-то. Ну, давай стоять. Давай дальше стоять. А он может где-то в Б5 пойти. Ладно, Б5 пока препятствуем. Так, ну давай королем скажу. Вроде бы ничего страшного нет. Так. Сюда вернулись. Ничейку предлагаю. Он хочет разменяться через G4, да? Ну, давай, ладно, сюда выскочу. Или не надо? Да не надо, наверное, пока стоим. Хорошо, сюда. Давай шаг. Давай назад. Давай сюда. Мало времени. Опять пошел королем. Я пошел. И я сюда пришел. Ой-ой-ой, стоим. Ладно, стоим. Давай так выскочу. Напал. 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 Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, пытается разменяться. Ладно, стоим. Стоим. Можно на Б5 поставить, да? Нет, не будем. Давайте менять позицию. Не будем, не будем, не будем. Давай сюда. Ладно, так будем стоять. Так будем стоять. Шаг. Не пускаем. Вот будет возить меня тут миллион кордов. 12 секунд у меня осталось. Ладно, стоим. Ай-яй-яй. Сюда. Сюда пришли. Давай сюда вернулся. Сюда, например. Размен не хочу. Стоим. Ай-яй-яй. 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 Фу! Сделал ничью. Ну, как он меня мучил, ребят. Как он меня мучил. 87 ходов. Да, ребят, 87. Ну, я, да, просто стоял. Просто стоял, терпел. Ну, 87 ходов он возил меня по доске. Туда-сюда пытался как-то прорваться. Но вы видели, что сила кандидата в мастера отработала. Разменный вариант французской защиты стоит до конца. И пробить меня здесь крайне непросто. Троекратное в итоге случилось. И удалось отнять очко у сильнейшего городмейстера Владислава Ковалева. Давайте, может быть, посмотрим анализ этой партии. Надеюсь, что у меня есть на это время. Как-то у нас в турне и дела идут. В турне вроде бы... Ну, кстати, партия довольно длинная была. И, может быть, не успеем анализ посмотреть. Да, тяжело было защищаться. Вот вроде бы ничего такого нет. Но постоянно вот он держит в напряжении. Давит и по времени, и по позиции немножко поддавливает. Но довольно точная партия. Обратите внимание, что в какие-то моменты... У меня было выиграно, ребят! Да ладно! Я мог выиграть? Даже два раза за партию? У него там был какой-то... А что там было? Мне даже интересно. Вот в этот момент. Как это? Что тут такое? Пропустил. Так, подожди. Ладно, четыре. А что тут надо было сделать? Надо было взять. И на взятие что? А, это выигралось! Смотрите, я мог выиграть Эншпиль. Представляете? Вот это победа черных. Он типа играет так, и у меня есть ход. И черный выигрывает. Вот это был бы поворот, кстати. Это было бы какое-то фэнтези. Партия началась, да?